всех приветствую на прохождении shadow tower с 1 playstation которое мы продолжаем уже в 15 этом выпуске и сегодня мы закончим прохождение мира иллюзий в прошлом выпуске я одержал победу над тремя лордами иллюзий тем самым открыв себе путь боссу этого мира босса этого мира зовут дисгайз он тоже клоун иллюзионист а также по совместительству правитель иллюзорного мира он парит над землей и использует достаточно сильную магию такую как молнии и взрывы он будет активно прибегать к помощи своих соратников это такие парящие в воздухе отрезанные головы меня зовут дисгайз и мне будет очень приятно уничтожить тебя прямо сейчас ну что ж попробуй клоун выстрелы из арбалета я так вижу не очень-то много урона ему наносят плюс очень сложно с ним воевать дальнобойным оружием потому что он постоянно без перерыва стреляет в память своей магии поэтому я принимаю решение пойти с ним в рукопашу мало того что он исчезает телепортируется еще и бесконечно стреляет взрывами и молниями ну на то он и босс целого мира чтобы доставить хоть какие-то трудности и неудобства потому что если бы он был супер легким наверное было бы совсем не интересно играть продолжаем лупить его всем что только есть магия по моему на него действует вообще крайне слабо все готов нет этого не может быть кричит он перед смертью может осталось разобраться с головами главное подходить к ним сзади чтобы они не плюнули на нас ядом и не пришлось тратить дополнительное зелье восстановление от яда аккуратненько сзади бьем по затылку и все головы тоже никакого абсолютно вреда не могут причинить персонажу от всех их атак я с легкостью уворачиваюсь забираем лут подбираем амулет который выпал с босса а также прокачку которая здесь рассыпана вокруг его трона все это очень кстати для развития персонажа и все выходим в единственный так тут по моему еще где-то было вакцина против парализации вот это вот дело тоже нужно с собой забрать и все это вся локация она состоит из одного округлого коридора и большого зала из этой локации мы перемещаемся в следующий мир мир монстров давайте посмотрим статистику водный иллюзорный пройден следующий мир монстров первая локация называется локация фальшивого глаза и скоро мы узнаем почему она так называется в мире монстров в отличие от других миров всего две локации две карты а значит мы очень быстро расправимся с этим миром и перейдем следующий сейчас я использую всю свою прокачку для поднятия трех своих самых любимых статов это силы в большинстве своем а также немножечко скорости и немножечко защиты чтобы быть защищенным и быстрым а не только супер сильным фоллс ай эреа не такая уж и большая локация долго я в ней не задержусь потому что можно конечно ее пофармить можно в нее несколько раз вернуться для того чтобы появился нужный моб и с него выпала интересующая нас секира но мне и так достаточное оружие я не буду этим заниматься выпадет так выпадет не выпадет я возвращаться сюда уже не стану и и основная задача наша здесь это проходя через фальшивые стены добиться спавна вот подобной безголовый мартышки только огромный которая называется большой папочка для этого нужно перебить какое-то количество безголовых мартышек и главное не потерять их потому что они появляются за фальшивыми стенами в комнатах в которой как бы нет такого очевидного входа нет двери тем не менее я их все найду так тут куриная голова с какими-то за забавными ручками или ножками даже не знаю как это назвать надпись на стене впереди находится сверхъестественное чрево ты будешь ранен и покаешься на руках всех существ рожденных темным владыкой ну как скажете здесь появляется посланник добро пожаловать в мир монстров это мир демона по имени некрон мир кошмаров белиала я передам тебе подарок от моего господина если мы встретимся снова на этом все прощай имени у него нет он просто ящероподобный служитель некрона так его и зовут он нас не атакует естественно но доставляет послание от своего господина так а я продолжаю обследовать комнату в поисках фальшивых стен для того чтобы найти наконец необходимую макаку убить ее и так это куда выход а здесь выход в башню вот обратите внимание можно спуститься ниже и тут уже конец башни самое дно и конец игры телепорт к боссу но пока мы туда не пойдем пока что вернемся обратно в мир монстров в локацию фальшивого глаза и все-таки разыщем недостающих макак убьем их и за спавним большого макка чего папочку за спавнить его необходимо из-за драгоценного камня дракона который из него можно выбить а без этого драгоценного камня все враги ну или подавляющее большинство врагов в следующей локации будут просто невидимыми и единственный способ ориентироваться и как-то с ними воевать это делать это на слух исключительно слушать откуда кряхтят вражины и откуда ли летят всякие фаерболы и пытаться воевать с пустым местом что на мой взгляд просто какой-то жесть и абсурд делайте этого конечно же не буду я убью достаточное количество безголовых макак для того чтобы появился большой папочка и дропнул все таки вот этот вот драконий кристалл поменяю магию может быть так мы все в этой комнате была одинокая макака может быть последний может быть он уже появился а ну-ка нет еще одна появилась ладно это нормально главное чтобы они продолжали появляться и тогда рано или поздно за спавница и он добрый вечер привет вот такая вот здоровенная штуковина но особо опасности она никакой не представляет нужно просто намять ей бока и вот он янг драгон джем сейчас я его поближе покажу вот он излечивает слепоту сказано в его описании под слепотой имеется виду невозможность героя видеть невидимых врагов в этой локации жене в следующий в этой то мы всех видим прекрасно какой прикольный крабик ли я даже не знаю как его назвать некоторые монстры действительно очень забавно у японцев классное воображение и этим японский кинематограф и японский игрострой привлекает мое внимание потому что американские честно говоря уже на белоскомину все у них примерно одинаково всегда сюжет примерно одинаковый и посыл примерно одинаковый у японцев же все наоборот у японцев про превозмогание про то что нужно пройти невероятные испытания для того чтобы стать самым лучшим никто у японцев не становится самым крутым и самым героическим героем просто потому что вот так вот ему повезло укусил его или просто он какой-то супер миллиардер у японцев каждый герой должен сделать миллион тренировок победить миллион врагов для того чтобы доказать окружающие себе то что он чего-то действительно достойно спуститься к примеру но но shadow tower и при этом пройдя огромное количество миров наполненных монстрами и что в итоге герой не спасет мир не сделает всем великого счастья как это принято не спасет никакую вселенную герой просто получит корону предыдущего короля предыдущего вождя всех этих местных тварей и возглавит их то есть исключительно в себя скажем так вкладывает ни о ком не заботится никакой супер высшей духовной верховной цели у него нет он не принц не какой-то там избранный он просто обыкновенный наемник который в какой-то момент вернулся в места где вырос и увидел там то что увидел а вот вторая встреча с ящером-посланником от некрона я ждал тебя ну что ж тогда позволь мне подарить тебе это и преподносит нам катану сейчас я покажу ее поближе в игре существует две катаны шадоу вулф и шадоу тайгер шадоу вулф дропается с босса водяного мира мейджи магуса а шадоу тайгер можно получить от ящера-посланника но может быть я их перепутал между собой так сейчас я хочу заспавнить одного интересного моба который называется фрик если у меня это получится нет это не тот кто мне нужен должно произойти сразу два чудо первое чудо это у меня получится заспавнить фрика и второе это он дроп нет мне очень крутую секиру на 200 стандартного урона пока что не получается я слышу где-то вот есть какие-то шуршание в комнатах но к сожалению чтобы моб зареспился нужно прямо зайти в комнату практически в упо во во появился вот это фрик наносит огромное количество урона бьет и магией и физикой и чего он только не делает драться с ним невероятно сложно но можно потому что награда того стоит если конечно награда будет неплохо по нему тоже неплохо так и нам не повезло с этого фрика ничего не выпало ну и черт с ним фармить эту локацию я не собираюсь не выпало и не выпало нам еще игру проходить поэтому отправляемся дальше из локации есть только один выход я его уже показывал ранее это выход в шадоу и отправляемся сразу не вниз не в мир мертвых которые видно отсюда она лево во вторую зону мира монстров потому что нам в любом случае нужно мир монстров пройти целиком и победить босса в самом начале ворп в водный мир и мы воспользуемся чуть позже а в этой комнате есть сейф магазин по продаже предметов за монеты здесь мы закупимся зельями лечения да побольше потому что игра близится к своему финалу ну и последний так это сейф насколько я понимаю да и здесь должен быть магазин да здесь можно отремонтировать предметы это место я тоже ускорю в четыре раза потому что отремонтировать мне нужно огромное количество барахла получается придется лечиться снова ремонтироваться снова лечиться снова ремонтироваться ничего особо интересного в этом процессе нет ну перед тем как отправляться к боссу мира монстров некрону который нас ждет в этой локации нужно все таки капитально подготовиться поэтому чиним все и вперед а победим мы босса наверное уже в следующем выпуске потому что этот подошел к концу приобретаем и как и и и и и и